Ты достоин всех хвалы Волос твой мой вездесущий Бог Иисус, Иисус, огнец Божий Достоин имени Своего Иисус, огнец Божий Достоин имени Своего Взял мой позор, мой грех, мой крест Благословлю имя Твое Ты для меня есть все Я упал вниз, Ты поднял вверх Жазвал я, Ты мне дал воды Ты для меня есть все Иисус, Иисус, огнец Божий Ты достоин имени Своего Иисус, огнец Божий Достоин имени Своего Иисус, огнец Божий 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 книга Исаия, 39-я глава, извиняюсь, глава 40. И будем читать с 25-го стиха до конца главы. Исаия, 40-я глава, с 25-го по 31-й стих. Это слова Бога, Он говорит. «Кому же вы уподобите Меня?» Бог задает вопрос. «Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните?» Говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воин своих счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, и сказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа? И дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевает, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновляться в силе поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Бог задает вопрос, «С кем вы меня сравните? Или какой я в ваших глазах? С кем вы меня сравните? За кого вы меня считаете? Или какой я для вас? И он говорит, подними свои глаза, посмотри на самое большое, что ты можешь увидеть, небеса, всю Вселенную, на эти звезды, на эти галактики, посмотри на это все». Он говорит, «А я это сделал». И дальше он говорит к Израилю, что... Знаете, иногда мы тоже говорим, что «Бог меня не слышит», или «Бог забыл мою нужду», или, может быть, «Бог меня не видит». И Бог говорит, «Как ты так говоришь? С чего ты это взял, что я про тебя забыл? Или с чего ты взял, что я не знаю твою нужду, твою проблему, твою ситуацию?» Это Бог говорит. И... И Он говорит дальше, говорит, «Разве ты не знаешь? Разве ты не знаешь, а ты знаешь, насколько Бог велик? Ты это переживал в своей жизни? Ты это знаешь? Разве ты не слышал другие свидетельства, как Бог про себя говорит, как я исцелял, как я освобождал, как я миловал? И Он говорит в последний стих 31, первый, на что я сегодня хотел бы обратить наше внимание. Говорит, «А надеющиеся на Господа обновляться в силе, поднимут крылья, как орлы потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся». Интересно, в английском переводе и «надеющиеся» – это близкое слово или оно связано с этим словом, с ожиданием. Если вы возьмете английский перевод, там написано «those who wait upon the Lord» – «кто ожидают Господа». «Кто ожидают от Него». Интересно то, что Библия говорит, что именно те люди, которые надеются на Господа, те люди, которые ожидают от Господа, они будут обновлены в силе, их крылья будут, они поднимут свои крылья образно, они потекут, они не устанут, они пойдут и не утомятся. Люди, которые надеются на Господа, Люди, которые ожидают от Господа. Знаете, мы живем время, когда все нужно очень быстро. Сейчас есть кофе, которое называется instant coffee, instant soup. Оно не очень вкусное, но оно сразу. Instant mashed potatoes, которые ты кушаешь, не поймешь, или это картошка, или это что-то такое. И люди хотят instant God, сразу, моментально. Сто процентов иногда Бог отвечает моментально. Есть разные ситуации, когда Бог моментально вмешивается в ситуацию. Бог спасает, Бог освобождает, Бог что-то производит. Но молитва – это когда ты не можешь иметь Бога на бегу. Ты не можешь, вот знаете, проснулся, на бегу, как чашку кофе выпить, вот так помолиться и побежал, и ожидать каких-то больших результатов. Как и от instant coffee ты больших результатов можешь, и вкуса не ожидаешь. Так же самое сообщение с Богом. И знаете, как мы принимаем молитву? Иногда люди думают или смотрят на молитву как обязанность. Вот я должен сегодня помолиться, вот я должен. Что мы имеем в виду, или что я имею в виду, когда я говорю, я должен помолиться? Помолиться? Или я должен отмолиться? Как бы что-то какое-то, ну, я вот чувствую какую-то обязанность, что ли, перед Богом, что я вот должен провести какое-то время, вот помолиться, вот поклоны побить, и я уже чувствую себя лучше, что вот я сегодня помолился. Я не думаю, что вот это и есть молитва. Что вот, знаете, и вот такая обязанность, мы не получаем от нее удовольствия. Мы получаем ее просто как чувство долга какого-то. Мы вот помолились, и нам как бы на совести, может быть, легче, что мы вот, ну, совершили. Я помолился сегодня, у меня уже совесть как бы... Что значит, что я помолился? Я задаю вопрос сегодня просто для... Я уверен, что многие вещи мы уже знаем. Я просто для себя сегодня и вместе с вами делюсь. Что это значит, что я помолился? Что это значит? Значит, что я просто наговорил очень много Богу и ушел. Ну, вот я вот анализирую свою молитву, вы можете свою. Я помолился. Что произошло или что случилось, или что от этого было мне или кому, что я помолился. Я помолился, как просто сказал хорошие слова и ушел, и на этом все. Или что-то произошло больше, чем просто я что-то сказал. И мы говорим, что молитва – это разговор с Богом, это не монолог, а это диалог. Это не просто... Знаете, когда мы иногда любим просто говорить, или, знаете, не обязательно слушать, а просто вот кому-то собеседнику наговорил, а не хочешь слушать, что он тебе скажет, и пошел дальше. Иногда мы так делаем с Богом. Мы наговорим много Богу, но мы не хотим слушать, что он нам скажет в ответ на то, что мы ему сказали, или в ответ, что он хочет сказать нам, или вот мы утром проснулись, мы хотим что-то Богу сказать. Он же тоже хочет нам что-то сказать. Или только мы хотим что-то Богу сказать. Вот мы хотим Богу сказать, у нас проблема, у нас что-то... А Бог должен только всегда слушать. Это не так. Молитва – это разговор с Богом, когда мы говорим, и Бог что-то нам отвечает. Вот как раз, когда мы хотим что-то услышать от Бога, ответ не просто проснулись, или не просто на какой-то молитве мы пришли, мы говорим Богу, говорим Богу, аминь, и ушли. Но мы говорим Богу, и мы ожидаем, мы надеемся на Бога, мы, потому что это разговор с Богом, мы надеемся, мы ожидаем от Него, что Он нам скажет. Молитва – это не просто ты говоришь, молитва «я говорю, я слушаю», Бог слушает, и я слушаю. И вот именно когда мы получаем обновление, один из... Это когда Бог говорит в наше сердце. Потому что Его Слово, как уже было подмечено, оно живо, и оно действенное. И когда Иисус был искушен от дьявола, Он так сказал эту фразу, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потому что когда мы молимся, и ожидаем от Господа, надеясь на Него, Бог начинает говорить в наше сердце. Мне кажется, кто-то подметил то, что когда ты... Есть разная, наверное, молитва. Вот тебя когда-то что-то болит, ты помолился, Бог не услышал, ну, в тебя просто не сильно болит. Кто переживал такие моменты, когда в тебе еще не сильно печет? Ну, когда в тебе уже серьезно надо, ты уже все, Господь, и мне нужно просто сейчас, если не ответишь, ну... И вы заметите, Бог сразу отвечает. Потому что мы нашли все-таки время, не то, что может быть время, а просто ситуация нас заставила смириться, отложить какие-то дела и просто уделить время, помолиться и послушать, что скажет Господь. И Бог говорит. Бог обязательно говорит. Бог всегда говорит. Ну, получается, что мы настолько busy-busy, go-go-go, что у нас нет времени послушать, что скажет Господь. Мы все сказали, мы открыли свое сердце, и мы побежали. А Богу даже не осталось времени что-то нам сказать. Хотя Он готов говорить. Давид говорит, что я радуюсь Слову Божьему, как получившись великую прибыль. И именно вот это, оно подымает нас. Его Слово не буква, а когда Он говорит в твой дух. Оно настолько окриляет тебя, оно настолько подымает тебя, настолько твой день начинается по-другому, насколько ты чувствуешь себя, ну, вдохновленный. Бог сказал тебе Слово. Это не просто кто-то сказал, это не просто сосед сказал. Знаете, кто-то, у тебя какая-то проблема, и кто-то придет и похлопает тебе по плечу и скажет, все будет нормально. Ну, спасибо, ну, спасибо. А когда Бог проговорит в твой дух и говорит, все будет хорошо, я с тобой. А Он столько тебя окриляет, настолько, потому что тот, который держит тебя в руке, тот, который держит всю Вселенную в руке. Братья вот с Нью-Йорка, я вспомнил, есть в Нью-Йорке одна церковь, я, наверное, уже делился, Times Square Church, и у них в одно время была такая вывеска. Вы знаете, что на Новый год, на Новый год в Нью-Йорке they dropped a ball. Есть такая традиция, шар бросают. They dropped a ball. Ну, это традиция. You guys can look it up. Можете посмотреть. И вот они нарисовали землю и руки Бога, и говорят, в Нью-Йорке, in Times Square, это единственное место, где ball never drops. Потому что Бог держит его. Бог держит землю. Бог держит тебя в своей руке. И когда Бог проговорит твое сердце, когда ты ожидаешь от Него слова, Бог, вот ты что-то просишь, у тебя что-то болит. И ты нашел время. Просто, Господь, мне нужно куда-то бежать, но я хочу от тебя, я хочу поговорить с тобой. У меня что-то болит. У меня что-то тревожит. Я открываю свое сердце перед тобой. Бог обязательно будет тебе говорить. Обязательно что-то скажет тебе в ответ на твою просьбу, в ответ на какую-то... А возможно, возможно, ты начинаешь чего-то просить у Бога, или какой-то ситуации, и ты думаешь, что проблема в этой области... У меня такое было. Ты думаешь, что вот это... Ты в твоем разуме, ты как бы нарисовал себе такую картину, или вот эта ситуация вот по тому или по-другому, а когда Бог смотрит на эту ситуацию, или когда Бог проливает свет Божьего Слова на эту ситуацию, ты смотришь, вообще проблема не в этом. Но это происходит тогда, когда мы ожидаем от Господа, когда у нас есть время послушать Бога, когда у нас время, когда мы, надеясь, ожидаемся на Бога, и Библия говорит, эти люди, они поднимут крылья, как орлы, потому что Слово Божье, оно сильно. Потому что, когда ты даже усталый, но когда приходит Слово Божье, ты как-то усталость какая-то ушла, неверие ушло, страх просто пропал, не знаю куда. Ты просто... Потому что это Божье Слово, оно не может... ничто на этой земле не может не послушать Божье Слово, когда Бог скажет, оно делается моментально. Потому что оно живое действие, это Бог. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, надеясь на Господа, это когда мы соединяемся с Духом Божьим. Библия говорит, 1 Коринфянам 6 глава 17 стих, что соединяющийся с Господом, один Дух с Господом. И Ефесянам 5 глава 17 стих, там написано, что не упивайтесь вином. Интересно, знаете, я вот был в Калифорнии, как-то получилось, Бог дал хорошее время, у отца было день рождения, 67 лет, младшего брата день рождения, у племянника день рождения. Я не знал, что у этих день рождения забыл, а вот ехал к отцу на день рождения, попал. И я заметил, знаете, верующие, как легко они пьют алкоголь, вино, пиво, просто. И я сейчас не об этом, я заметил об одном, что когда у тебя нет общения с Духом Божьим, когда ты не исполняешься Духом Божьим, ты будешь искать пиво, алкоголь, и ты найдешь оправдание, что там в Библии не написано, это уже такое, это просто показатель о том, что у тебя нету наполнения Духом. Я не говорю о том, что ты там выпьешь стакан вина, это грех, я вообще не об этом. Я говорю о том, Библия не зря говорит, не упивайтесь вином, потому что очень многие люди это делают, потому что в них внутри пустота. И, скажем, неверующих людей можно понять, потому что, чтобы не сойти с ума, они пьют депрессанты, они наркотики употребляют, они алкоголь, почему? Потому что у них нету другого выхода, они с ума сойдут, потому что у них проблема настолько давит, они должны себя как-то расслабить. Но для верующих, которые знают доступ к престолу благодати, входить и соединяться с Духом Божьим, наполняться Духом Божьим, зная, что у тебя это, и успокаивать себя чем-то другим. Давид был царем. У него были все возможности, любые возможности у царя. А он говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Давид, ну, что у тебя нету других каких-то развлечений, каких-то удовольствий. Да тебе, ну, щелкни пальцем, тебя привезут и принесут, или что угодно. Он говорит, моя душа успокаивается только в Боге. И вот именно надеющиеся на Господа. Вы заметили, что нормальных отношений нету на бегу. Ты не можешь с женой утром встал, привет, побежал, на обед привет, на вечер привет, но она скажет, ну, с тобой что-то нехорошо. Я хочу общения, не просто я хочу, что ты меня. Женщины любят поговорить, мужчины не очень. Но мы как-то бывает думаем, что мы так на бегу можем общаться с Богом. Знаете, есть, я не осуждаю, но для меня чуть-чуть странно. Знаете, есть drive-thru prayer. Как в Макдональдс поехал, купил бутюброд, и так через drive-thru приехал, чтобы тебя помолились. Я, опять же, не осуждаю, но на мое мнение оно чуть-чуть странновато. Мы настолько уже как-то молитву, или американцы говорят, или славяне тоже, ну throw me a prayer, ну брось мне молитву. Ну, брось, она к тебе назад вернется, пустая. Но когда Библия говорит, когда мы надеемся на Господа, когда мы берем время и говорим, Господь, я ожидаю от Тебя. Ты мне нужен, Ты моя сила, я нуждаюсь в Тебе. И ты ожидаешь от Господа. Ты просто надеясь, ты молишься, ожидаешь от Господа, и Господь начинает к тебе говорить, посылает слово, мы уже говорили. И даже если ты устал, и просто ты ощущаешь, как благодать просто сходит, как Дух Божий просто наполняет тебя. Мы имеем Дух Святой, но Библия говорит, мы должны исполняться Духом Святым регулярно. И вот именно наполнение Духом Божьим, оно, во-первых, эти, с чем мы боремся, они начинают отпадать, потому что Дух Божий сильнее любой похоти, прихоти, любых пороков. когда мы соединяемся с Духом Божьим, когда мы наполняемся им, мы не утомимся. Мы будем чувствовать усталость, но мы будем приходить к Богу, и мы будем опять обновляться. Мы будем чувствовать, как наши крылья опускаются, но мы будем приходить в общение с Богом, мы будем ожидать от Него, надеяться, мы опять будем окрылены, мы опять идем, потому что надеющиеся на Господа, Библия говорит, они не устанут. Я хочу прочитать один пример из жизни Иисуса Христа. Это записано в Луки, если я не ошибаюсь. Нет, извините, в Иоанна. Иоанна, Иоанна, 7 глава, последний стих, 7 главы, и 8 глава, 1 стих. Там интересный такой контраст людей и Иисуса Христа. Очень интересный момент. Перед этим Иисус общается с фарисеями, и там другие были. И вот последний стих этой главы, вы знаете, что раньше не было на главу, это одна история. Или одно письмо. И 53 стих говорит, что и разошлись все по домам. А 8 глава, с 1 стиха начинается, Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм. Иисус был очень загруженный человек тем, что люди постоянно за ними шли. Просто представьте себе, как бы вы не одаренные были, вот у вас какой-то дар, представьте, что к вам каждый день просто люди идут, ты должен за них молиться, ты должен... они уходят в пустыню, люди находят их и туда толпами идут. Даже в Библии написано, что они требовали, чтобы Иисус исцелил. Насколько за Иисусом, ну, люди даже забывали кушать, взять с собой. Иисус при всем этом знал, насколько важно Ему от всего этого отлучиться и побыть в общении со своим Отцом. В другом месте написано, что Он ночи проводил в молитве. Я понимаю, что физически далеко не у каждого так получится. Возможно, кто не работает. я когда-то пробовал вставать среди ночи, молился, честно скажу, хорошее время, но не всегда это получается, когда тебе нужно работать и отдыхать. Мы можем найти время и рано утром и в другое время. Но моя мысль сейчас с тем, что Иисус понимал важность, насколько бы Он не был загружен или насколько люди от него требовали. Он находил время побыть общение с Отцом своим. И даже мы читаем в Библии, что Он брал учеников отдельно, говорит, нужно нам отдельно провести время пообщаться. И насколько важно нам сегодня тоже понимать, что мы можем успокаивать себя, что мы верующие, что я веру в Бога. Но если у тебя нету стабильного общения с Богом, когда ты ожидаешь от Бога Слова, когда ты ожидаешь от Бога силы, но ты никого не обманешь. Придет время, когда у тебя руки будут уже опущенные, ты чувствуешь себя настолько усталой, у тебя нету или дерзновения, или веры, это говорит о том, что нужно опять возвращаться в эту закрытую комнату, там, где ты будешь ожидать от Господа его благословения. И я хочу еще раз прочитать этот стих, который Исайя 40-31. Это обетование, которое оставил или сказал нам Бог, что надеющиеся на Господа, они обновляться в силе. По-другому быть не может. Ты обновишься в силе, если ты будешь ожидать от Господа. Это однозначно. Это Божье Слово. Ты обновишься в силе. Как ты, может быть, чувствуешь себя сейчас, или у тебя вера разбита, или у тебя нету сил. Но когда ты будешь ожидать от Господа, Бог пошлет Слово, Бог наполнит Духом Своим, ты будешь обновлен, это однозначно. Надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Они поднимут крылья, орлы. Они потекут, и не устанут, они пойдут, и не утомятся. Нужно просто среди своего всего скетчула находить время, сказать, Господь, я ожидаю тебя. Господь, ты нужен мне. Мне нужен ответ на это. Господь, мне нужна просто сила. Мне нужно обновление. Вот я для себя подчеркнул, если тебе нужно обновление, в 31 стихе вот ответ. Если ты чувствуешь сегодня, сейчас, что твои крылья опущены, если ты устал, и возможно, ты не можешь идти, Библия говорит, надеющие на Господа, они обновятся, они поднимут крылья, они не устанут, они пойдут, и они не утомятся. Слово от Господа с Его уст и наполнение Его Духом это то, что обновит нас, это то, что сделает нас сильны, и мы будем дальше идти. Продолжение следует...